Обмен опытом в сфере обращения с коммунальными отходами и налаживание культурных связей в Ненецкий округ. С визитом впервые прибыл генеральный консул Швеции Ева Сунквест в планах делегации встречи с руководителями профильных департаментов и жилищно-коммунальных объектов. Кроме того, запланирована обширная культурная программа. Тем продолжит Ольга Русул. Это первый визит шведской стороны в Ненецкий округ. Первая встреча носит ознакомительный характер. Но уже на этапе знакомства иностранные партнёры готовы поделиться уникальным опытом в сфере переработки отходов. Ведь эта страна настолько преуспела в области утилизации мусора, что даже зарабатывает, вывозя его из других стран. Мы прикладываем большие усилия для эффективного решения данного вопроса, потому что проблема переработки отходов связана в первую очередь с проблемой изменения климата. И она играет важную роль в этом отношении. Поэтому мы стараемся прикладывать все усилия для того, чтобы решить проблему с отходами. В Швеции утилизируется 99% бытовых отходов. Это один из самых высоких показателей в мире. При этом шведы научились эффективно превращать мусор в энергию. Почти половина отходов в стране сжигается. Но только после тщательной сортировки пластмасса, бумага, пищевые отходы идут на переработку или производство биогаза. И на самом деле, конечно, с точки зрения развития окружающей среды, с точки зрения минимизации нагрузки на окружающую среду, с наиболее эффективным способом было бы осуществлять экспорт опасных отходов из России в страны Скандинавии для переработки на соответствующих производственных обществах. Возможно, этот первый визит станет началом тесного сотрудничества между Швецией и Ненецким округом в сфере обращения с бытовыми отходами. Ведь бесценный опыт соседей можно взять на вооружение. Нам действительно далеко еще до такого уровня переработки, до такого уровня обращения с твердыми коммунальными отходами. Но, тем не менее, это одна из так называемых указных целей или тех целей, национальных целей, которые президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сформулировал в своем майском так называемом указе номер 204. И, соответственно, эти же цели транслируются на региональный уровень в виде региональных проектов. Что касается культурного обмена, то в планах делегации познакомить ненецких детей и подростков с современной шведской литературой. Мероприятия состоятся в Ненецкой центральной библиотеке. Также мы решили продемонстрировать шведскую детскую литературу. Выставка, которую мы показываем в Ненецкой национальной библиотеке, посвящена детскому чтению и показывает точку зрения шведской детской литературы. Кроме того, в программе культурного обмена демонстрация художественного фильма шведских авторов.